Добрый вечер! Рад вас всех видеть. Меня зовут Илья. Я студент Ижатской Безидорусской Медицинской Академии. На самом деле, девиз нашей Академии гласит, крайне так, в Википедии говорит, уикровизируй, посапливайся, выживай. На самом деле, сейчас это демонстрирую. Презентация 15 лет. Собственная тема нашей сегодняшней разговора это занимательная иммунология. Так ее назову. Просто не буду в уникальных тонких деталей. Расскажу, в общем-то, как все это работает. В моей голове рассылается такой, знаете, отдельный мир, который находится внутри нас. И постарайтесь представить себе то же самое. Особенно, когда я буду рассказывать про клеточные элементы. Вообще, для нас с вами, людей русских, иммунология это такая вещь, короче говоря, знаковая. Потому что Илья Ильич Мечников, так сказать, основоположник клеточной иммунологии, это из уникальных случаев, когда Нобелевскую премию получили два ученых в раз. Представляете, в двух уголках земного шара, в Германии и Российской империи, Поуль Эрлих и Илья Ильич Мечников одновременно исследовали иммунитет. Только один нашел клетки, а второй нашел некоторые растворимые факторы. Заем биологически активные вещества. Собственно, давайте несем некоторые ясности. Есть такие термины, как иммунитет, иммунная система. Иммунитет. Собственно, это способность организма сохранять свою генетическую целостность. Ну, вот так многие источники гласят. Это, проще говоря, какие-то наши внутренние механизмы, адаптивные, которые позволяют сопротивляться воздействию внешнего мира, каких-то факторов, которые для нас чужеродны. Иммунная система – это огромный комплекс морфологических структур, каких-то молекулярных и прочих-прочих клеточных структур, которые отвечают за иммунные функции. Основным органом иммунитета, особенно лимфоцитарного, является гиммор. У нас его с вами нет, потому что он инволюционирует. Это и прочая тема. Надо придумать, что рассказывает дальше. Перейдем к составу иммунной системы. Как я сказал, существуют клетки. Клеток на самом деле много, особенно разновидностей. И в принципе их много. Выделяем две главные группы, так сказать, этих самых лейкоцитов. Все ведь знают со школы, что лейкоциты – это какие-то клетки ниндзя, которые в нашем организме прыгают, больше всех врежут. Существуют гранулоциты и а-гранулоциты. Одни содержат гранулы внутри себя. Давайте будем рисовать эти клеточки. Гранулоциты будут у нас красными. Это гранул внутри них. Это гидрол. И а-гранулоциты – они тоже красные, но они без гранул. Вообще морфология клетки очень многое говорит о ее функции. Скажем, если есть какие-то гранулы, это означает, что вещества запасены заранее в больших количествах, и они всегда готовы высвучиться. Эти клетки, как правило, отвечают за немедленные иммунные реакции. А-гранулоциты – они более вдумчивы. Понимаем это позже. Собственно, перейдем к рассмотрению каждого члена. Хотел ликоцитарного ряда? Какая-то отличительная, есть почему-то другое? Нажимаем, все равно как-то инсталит. Собственно, начнем с самых ярых убийц. Это нейтрофилы. Они относятся к гранулоцитам. Я себе представляю нейтрофила как вот такого вот, ну просто гопника, короче говоря. У него нет какой-то особой высшей цели, он просто делает то, что ему нравится. Предположим, в наш организм попала какая-нибудь палочка. Вот у него хвостик еще есть. Класс. В общем, она злая. Это антиген. Ну, короче, она не из нас, она хочет, наверное, сделать плохо. Эта самая стука попала в наш организм и хочет размножаться. На самом деле, их очень много, они уже размножаются. И первые, кто их встречает в кровяном русле, это нейтрофилы. Так, он нарисовал. Судьбы зеленые. Он имеет вот такую вот аминомидную форму. Она обусловлена тем, что он может передвигаться. То есть он не статичный, он двигается. Просто никто представляет, все клетки, и там, клетки вот на месте, ничего не делают. Просто нигде. На самом деле, они очень подвижные и активные. Он имеет вот такое вот ядро, сегментированное. Это следствие, так называемого, закона Мишникова. Он в свое время постановил, что разные клеточки проникают в отчак воспаления в разное время. Через сосуд. Собственно, имея вот такое ядро, намного проще протиснуться, скажем, через вот такой вот межклеточный контакт. Потому что эта ядышка будет упаковываться, упаковываться, упаковываться. Но есть вот такие вот, скажем, жиргяи. У них, конечно, вот такое вот огромное ядро, оно очень плотное, оно не может здесь пройти. Мне приходится проходить вот так сквозь клетки. А еще есть более жирные. Они еще перекаченные. И чтобы их пропустить через сосудистую стенку, которая вот эта вот, приходится применять всю энергию. Это энергозатратный процесс. Грубо говоря, в таком порядке они и протекают в место, где происходят эти боевые действия. Так, скажем, мы все к ней трофилов. У него внутри есть гранулки. Это, грубо говоря, словом, как у нас гопник, тут, наверное, нож-бабочка или что-нибудь, того, короче говоря. Ну, значит, что-то, чем можно бить. На самом деле они содержат различные ферменты, которые... Сейчас объясню, зачем я ее беру. Так. Не прощай, мне воткепку надену, чтобы он выходил на борт. Собственно, он контактирует с этой вот самой палочкой, которая решила у нас поразить, убить. Ну, если только, например, дископерчих. Что делает ней трофил? Он, как бы, не застоку спрашивая, не выясняя, кто это такой, подходит, короче говоря, в бутвору к ней, просто прижимается. Это вот, значит, палочка. Это ней трофил. Он ее так к ней приближается. На самом деле, на молекулярном уровне, что здесь происходит? Вообще все межклеточные взаимодействия происходят, так сказать, в принципе, ключ-замок. Скажешь, ему далось ключик, у второго замочка не вставляют друг друга, поворачивают, то есть, что-то происходит. Это как пожать руку, например. Или что-то еще, другое. В общем, эти самые рецепторные структуры на его поверхности, они точно определяют, что он не свой. И приклеивают, так сказать, к себе. Далее происходит вторая стадия. Он берет, короче говоря, и вот так вот поглощает ее. Это называется фагосома. Типа фагос, это, короче, с латыни кушать, поглощать, и есть. И действует действие самого эти грамотки, которые были запасены. Они просто берут, ее переваривают. Он может сожрать еще много вот таких штук. И итогом, то, что мы видим на макроскопическом уровне, на нас, скажем, это появятся прыщи. Гной, по сути, представляет собой такой специальный расплав, короче говоря, где вот эти протолитические терменты переваривают, патоген. Они там концентрируются, и получается такой плавильный котел. На самом деле, это, знаете, представительная реакция. Один из тихо-патологических следствий одного из тихо-патологических процессов. Тихо-патологический процесс, так сказать, это нужная штука, которая направлена на адаптацию воздействия каких-то временных факторов. Что же случается в итоге? Он просто берет и умирает вместе с ней. Ну, так я ушел. Ладно. Оставим вот эту павочку здесь. На самом деле, по задумке, я сегодня, когда сидел это все рисовал, подумал, буду объяснять, что еще. Я назвал ее хрена павочка, но так больше не буду говорить. Так. Ну, предположим, есть еще вот такие ребята, черви всякие, гельминты, глистами, как-то еще называют. Вот такой это червячок. Это неотличная форма жизни, это самостоятельный организм. И его уже, естественно, нейтропил пожрать не сможет. Он слишком большой. И не к чему п***иться. И вот приходят наши добрые друзья эзинофилы. Вот эзинофил, он обычно такой круглый бывает. У него тоже сегментированное ядро. Вы помните, да, чтобы лучше просачиваться куда надо. Эзинофил, почему он так вообще называется? Это так называемая окраска эозином. И микроскопом будут видны вот такие вот красные гранулки везде. Везде, везде, везде. Они тоже содержат множество разных факторов агрессии, в отношении этого чувака. Короче говоря, эзинофилы выполняют противогерментозную, противопаразитарную функцию. Это я по штабу правда не соплел, обычно это бывает так. Эти вот самые маленькие ребята вот таким в огромном количестве прикрепляются к этому червячку и начинают активно выделять свои токсины, которые его отравляют. Ну, я думаю, спроецировать на человека то, наверное, когда к тебе прилепятся такие мухи, короче, говорят, я буду выделять кислоту на тебя. Наверное, человек чувствует чуть-чуть по такому. Он не выделяет множество других веществ. Это будет дальше, когда он трем у вас поменее. Эзинофил. Да, это их название. Наверное, все знают, что там вот есть любящие люди всякие с приставкой фил. Вообще, все эти названия произошли именно от любви или сродства этих клеточных элементов к различным красителям. Нейтрофилы, они, короче говоря, красятся в нейтральной среде, не дезлотной и основной. Эзинофилы красятся и озином. А следующие, это базофилы. Как тебе это из названия, базис, это основа, что не красятся основными красителями. Синего нет, но они обычно бывают синие. Базофилы это вообще полглые отлеты. Он тоже такой весь в точках синих. Он, в принципе, в отношении этих ребят ничего делать вообще не будет. Он, так сказать, пособствует, он помощничек. То есть, если азинофилы такой противопаразитарный чувачок, а нитрофилы это гопник, то он им носит еду. Ну, дальние сравнения. Еду, бревиант, оружие, все такое. И улучшает поле действия, поле боя. Также базофил является нашим отчасти врагом. Потому что, когда вот все эти иммунные процессы, вот война переходит, просто уже, ну, короче говоря, теряет какой-то вот такой характер пособительный, начинает действовать против нас, базофил выделяет свои вещества, которые у него есть, сказал, биологически активные вещества. И у нас возникает аллергия, шок, и так далее. То есть, происходит расширение сосудов, это вот здесь вот, слизистые, дыхательных путей. Когда сосуды расширяются, через них проходит влага через эндотелию, она здесь проходит, туда, и в итоге там все отекает, горло перекрывает, и человек начинает задыхаться. Собственно, в антиросиническом шоке вообще, основной механизм умертвения организма, это именно гипоксия кислорода. Ну, и, может, и другие факторы. Вот такой базофил. Одной стороны нужны, другой не нужны. Давайте перейдем к более образованным ребятам. Есть так называемые мононуклеары, моноциты. Они достаточно тоже большие. Большим ядром. Сколько-то интеллектуалов, давайте что-нибудь тоже его нарисуем. Прикольно. Котелок. Вот. Я, конечно, не особо просил, он сойдет. В общем, что он делает? Он тоже пакоцит, как нейтрофил. Он тоже ест вот эту палочку. Но с небольшим отличием. Сейчас я несу некоторые ясности. Существует, так сказать, два звена иммунного ответа клеточного. Это лимфоцитарный и миоцитарный. Лимфоцитарный представлен лимфоцитами. Лимфоциты, они, в принципе, более технологичные. А миелоциты, они вот такие грубые ребята. И они выполняют, то есть, они грубо, с собой интегрируются. Они должны работать сообщат. Вот этот самый моноцит, вот он, он делает не то же самое с этой палочкой. Он ее поглощает, только не переваривает, а занимается так называемым процессингом этого самого антигена, который в него попал. Что такое процессинг? Давайте предположим, что вот эта палочка во что-нибудь одета. Ну, что? Тут, короче говоря, мне тогда будет... Как будете, во что-то палочка одет? Шапка-ушанка. Шапка? Ну ладно, шапка-ушанка. Какая-то вот такая. Шапка-ушанка, поясок какой-то вот здесь вот есть. Ну и... Ну и, ну и... Ладно, вот такой вот противный нос, который ни у кого больше у меня нет. Моноцит подходит к ней, в общем, макрофагом это что-то называют, то есть, точнее, это если нет к теории. Я не знаю, точно, кто-то не сказал. Так сказать, в кровеносном русле, в крови. Они представляют собой моноциты. Вот такие кругленькие, с большим ядром и так далее. Но когда они просачиваются в ткани, в мышцу, в ось, где там что может происходить на воспалении, они принимают вот такую вот тоже неповидную морфологию, чтобы передвигаться. Вот. Он приближает к этой штучке и поглощает ее. И тут он начинает ее раздевать. Вот эта шапка. Это шапка. ремень. И нос еще оторвал. И так сказать, аналогию с полицией. Это наводка, ориентировка. То, что, ребят, у нас, короче, в организм пришла какая-то непонятная штука в шапке-ужанке большим носом. Надо с ней что-нибудь делать. На самом деле, эти вот станицы, с этой вот шапка, ремень и нос представляют собой какие-то белковые структуры, которые ощупились вот от этой самой палочки, от эти гена. Это характерные черты. Затем, когда произвелся процессинг и выделились эти вот самые частицы, такие называются эпитопы, он выставляет их в виде рецепторного комплекса на свою поверхность. Типа, вот, смотрите, это шапка-ужанка. Ну, собственно, его функция сказать лимфоцитам как более крутым ребятам, как более совершенным, более технологичным, что вот этот пипетчик, сейчас надо будет с ним разбираться. Сейчас будет жарко, я начну про лимфоцитов рассказывать. Но сначала расскажу про воспаление. очень есть такое расхожее мнение, что воспаление – это плохо. Ой, у меня горло болит. Ой, у меня что-нибудь еще болит. Не, воспалено там. На самом деле, воспаление – это круто. Я вас объясню, почему. Воспаление… представим, как выглядит так. Вот, да, придумал. Вот, значит, поле боя – очаг воспаления. Сюда пришел какой-то травмирующий фактор. Его еще называют альтерирующий. Он сюда пришел и находится здесь. Это самое поле боя. Крыло снабжается вот так вот артериями здесь. и тут оттекает все в вену. Он попал сюда и начинает просто нагло бить, уничтожать клетки нашего организма, наши ткани. Естественно, когда человек умирает, появляется кровь. Труп сложно спрятать. И эти вот самые штуки, оставшиеся, вот распавшиеся наши ткани, они вызывают некоторые воспалительные реакции. Их называют медиаторами воспаления. Сюда относится ряд просто гландинов и прочих веществ. Что они в сущности делают? Вот, этих штук на самом деле может быть много и они подвижны, да? Что он может делать? Он может так оп, пойдет, я вот сюда на берку и дальше гулять по организму. Пойду там в глаз и еще кто-нибудь. Но нет, начинается воспаление. Как гласит учебник патофизиологии АДО, воспаление это типовой патологический процесс, характеризующийся пиратой, короче говоря. На вот это значит рубр, тумр, калор, доллар. Покраснение, припухлость, боль, температура. Ну и такой, пятое еще это функция и потеря функции. Эти вот аптологические процессы решаются следующим образом. Сначала резко приливает артериальная кровь. В ответ какие-то растворимые факторы, которые как в антибиотике действуют. Вот всегда приливают, 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 приливают. Это место краснеет, это же кровь артериальная, она покраснела, там все. Эта стадия называется стадия артериальной гиперемии. Гиперемия, это гипермного и эмия, это означает кровь, много крови. Артериальная гиперемия. Через некоторое время, вот эта самая венка, которая здесь была, она уменьшает пропускаемую через себя. И кровь плавника начинает давать кислород через синей. Это стадия венозного полнокровия. Что следует дальше? Дальше наступает стас, остановка. В этом месте больше ничего не движется. Здесь больше ничего не движется, и здесь больше ничего не движется. Таким образом, мы вот эту самую звездочку, которая хотела идти в глаз, оставили в одном месте. И она больше никуда не распространяется. Типа, стой, я буду бить тебя здесь, ты никуда не уйдешь. Как закрыть дверь в комнате для допросов, например. Все. То есть воспаление в сущности, это процесс, направленный на ограничение каталогического процесса и на вспоможение иммунной системе. Или иммунной системе в вспоможении воспаления. В общем, я надеюсь, понял, что воспаление от лука, конечно, не сильное, там никогда уже совсем не плохо. Должно помогать. Перейдем к моим любимым лимфоцитам. Лимфоцит. Это клетка достаточно больших размеров с огромным ядром. Но что отличает ядро клетки? Правильно за синтез белка. Что из этого следует? То лимфоцитов с таким вот огромным ядром синтезирует очень много белков. В принципе, белок выполняет очень много разных функций в нашем организме. Огромное множество. Это и ферменты, они все эти процессы фатеризируют. И из белков состоит структура организма. Значит, конкретно эти ребята занимаются синтезом большого количества белковых веществ. Эти белковые вещества называются разными словами. Ладно, дальше. Две субпопуляции я веду. У лимфоцитов есть две популяции. Т и Б. Т-лимфоциты. Что происходит? Помните, на чем он там проводил повествование, когда вот тогда джентльмен снял шапку с палки и решил показать ее лимфоциту? Лимфоциты, они, в прочей игре, имеют некоторую субординацию. Сначала его встречает Т-хелпер. Ну, и помощник. Не знаю, как он там. Я хочу на белоке против. Т-хелпер. Т-хелпер. Они взаимодействуют с этим самым макрофагом, моноцитом, который представляет шапку. Или эпитом. Хотя лучше рисовать. То есть я сам не пойму. Вот это джентльмен. Вот это лимфоцит. Джентльмен показывает лимфоцит. Ну, смотрите, тут шапка. Вот такая шапка была на обидчике. Лимфоцит такую шапку видит. И происходит так называемая активация. Он такой спокойненько плавал себе в кровяном русле, но ему показали. Он такой сказал. Ааааа! Сейчас будет плохо! Вот. Ну, поговоря, вот этот лимфоцит. Он доносчик. Вот Т-хелпер. Дальше он идет в лимфоузлы, так называемая вилочковая железа. Она есть у ребенка, но пропадает в период полового созревания. В вилочковой железе формируется весь пожизненный пул лимфоцидов. Абсолютно весь. Поэтому, когда ребенок хочет себе пальчик в рот засунуть после песочка, на самом деле это отсылка, короче говоря, к иммунизации. Потому что чем больше антигенов будет в этот период, тем более крепкий иммунитет будет у ребенка. Затем вилочковая железа исчезает, инвалиционирует под действием половых гормонов, просто превращается в кусок жира здесь болтающийся. И, собственно, все эти лимфоцидки уходят в лимфоузлы. Лимфоузлы — это морфологически сложная структура. Там всякие точки размножения есть и так далее, я не буду это рассказывать. В общем, этот самый ТХ, в ответ тут бешеный такой. А-а-а, пришел вот сюда. Флифоидный поликул. Ребята, ребята, тут еще находятся эти лимфоциды. Но они спят только. Давайте тогда назовем этот ТХ ноль. Он нулевой. А эти так называемые ТХ первого типа. Он к ним подходит. Ребята, вот такая вот шапка. Надо, короче говоря, нам научиться вычислять конкретно, ребята, в такой вот шапке. А, ВОЗ. Что-то я еще забыл все это непонятие вести. Выделяет так называемый специфический иммунный ответ. И не специфический. Помните, как на интерфил просто я сказал, он бьет всех подряд, кого видит. Он не специфичен. Это, в принципе, на любое вообще инородное вещество в нашем теле будет происходить. На яд. На какой-нибудь металл. На микроорганизм. А есть специфический иммунный ответ. Они им не занимаются. Смысл в том, что выращивается огромный клон клеток, которые будут атаковать адрайонный патоген. То есть, если, скажем, те вот они такие ребята с дубинами и палками. Они такие, ой, будут вас бить, переваривать, жрать. То эти высокотехнологичные убийцы, они направлены на одного брака. У них много механизмов килинга. Вот. Все происходит дальше. Они тоже активируются. И начинают активно делиться. Вот, сейчас объясню. Я сказал, пул на всю жизнь один. И тут небольшой такой чик, короче говоря, что они умеют делиться. Вот эти вот делились. Эти вот еще делятся. Вы вообще понимаете, сколько вот этих лет будет. Какой-то прогрессии. Но этим занимаются тем же самым. В итоге этот инкубатор выращивает огромную армию. Что же делают эти тех-хелперы? Они выделяют так называемые лимфотины. Это, опять же, огромная группа веществ, включающая все химотрактанты, интерлекины. Надо знать не обязательно. Эти вещества также способствуют убийству палочки, попавшей в организм. Вот. Но есть еще одна примечательная вещь. Они активируют B-клеточное лимфоцитарное звено. B-лимфоциты. Они не потому что они большие. Я не знаю, почему не B не интересовался. Ну, наверное, что-то в этом есть. Наверное, все слышали про антитела, иммуноглобулины. Это как-то от бабушки слышал, что я иммуноглобулины его лечу. Бабушка, я не знаю, что это такое, а я сейчас расскажу вам, что это антитела. Иммуноглобулины – это вообще огромное химическое семейство. Они, представляете себе, скажем, вот такие вот вилочки. Оп. 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 Одна часть называется константной. Константная. Вот это она. А вторая – вариабельной. В. Я вам говорил про межмолекулярные межклеточные взаимодействия рецепторные. 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 По виду замок ключ. Собственно, что умеет делать антитела? Оно умеет связывать что-нибудь. Оно берется и прикрепляется с вариабельной частью. Почему она вариабельная? А потому что, помните, у палочки была и шапка, и ремень, и нос, и что-то еще, и что-то еще. И надо, чтобы все эти элементы, опознавательные знаки, были включены в эту самую антительную систему. Я понимаю, что Ростулов что-то объяснил, но сейчас будет понятно, когда увидите, что-то делают. Антитела. Они там пяти типов есть. Иммуноглобулин Э, иммуноглобулин Д, М. Вот иммуноглобулин Е самый позорный, я вам скажу. Он аллергические реакции, короче, вызывает. А так вот в учебниках читаешь, в источниках, и насчет его полезной функции все пока задумываются. А чего он полезным делает? Ну, что-то делает, раздумываясь. А может, естественный огонь. Б-лимпоцит. Морфология точно такая же, как у Т-лимпоцита. Только функция придет другую. Его огромное ядро существует для того, чтобы синтезировать антитела. Он, значит, выделяет антитела в этой штуке. И так, все равно хотят знать, что было с хрена палочкой под задействием лимпоцитов. Я-то как-то задумывался, как это можно нарисовать лимпоцитов, как все его представляют. А кто-нибудь знает, почему это Грифоном называется? Нет? Ладно. А, ну это птица клевая, просто сказали. Я-то представляю себе, Героя в 3 и там был Гефон, по-моему. Ну, как вариант. Где орлы? Понимаете, лимпоциты очень крутые парни, на самом деле. Они могут поражать клетки врага разными способами. Клетки врага разными способами. Я их сказал, там норогазон, исчез синтезируются. Есть так называемые перфорины. Перфорины, я представил, не знаю, в виде таких вот каких-то двух самурайских мечей, которые с спиной торчат. Перфорины, значит это перфоратор. Перфоратор дырки делает. Вот перфорины тоже делают дырки. Только в палочках. Он приближается к ней в упор. На, ткнул, все, приближался. Вообще элементарно, даже вот еще представить, как человек пернул. Пернул он умер. Вот так же и бактерии, называется бактериолизис. Лимпоцит. Это при прямом взаимодействии. Антитила представляет себе, ну не знаю, в виде сюрикенов каких-нибудь там. Кидается ими. Чу-чу. Все духнут. Тоже полезное вещь. Это антитила, скажем, у него. Но, на другой стороне, у него есть книжечка. Книжка. Оказалось, он еще и мудрый такой чувак. Потому что, когда началась инвазия бактериальная или вирусная, он уже успел предупредить мирных граждан из этой всей игры мафии о том, что по городу ходят засранец. Если он будет к вам подходить, не подходите к нему. Уведите от него. Оповещает. На самом деле это интерфероны. Интерфероны тоже интересные вещества. Они направились, ну, на убийство вирусов. Вирус, как известно, это не микроорганизм, это вот такая белковая структура, которая встраивается в нашу клетку, подходит к ДНК и туда, короче говоря, заселяется в ДНК и начинает синтезировать саму себя. Ладно. Рассказывать. В общем, вирус, он незаметен. Сказать. Но клетка погибающая выбрасывается в рецепторы, которые типа, а я умираю. И что делает антитерон? Он приходит к этой клетке, которая поражена вирусом. Привет, клетка! Привет, интерферон! И интерфероны ее убивают. Ну, их много типов. Другой тип интерферона, он заставляется на поверхности этих клеток, еще здоровых. И благодаря тому, что он там присутствует, она уже заразиться не может. А, нет. Чуба. Давай ты будешь бить эту самую группу. Есть еще. Вот помните, я сказал, Т-хелопера нулевого типа, который стукает. Т-хелоперы первого типа, которые там активно делились. Т-хелоперы второго типа, они активируют B-лимфоцитарное звено. А также есть так называемые большие регулярные лимфоциты. Это скорее вот он. Они как лимфоциты, только в них есть гранулки тоже, значит он опасный. Они занимаются непосредственным киллингом бактериальных частиц в упор. Они приближаются и выделяют карфарин. Другие же действуют, так сказать, из тыла, выделяя различные вещества. А, перейдем к B-лимфоцитам. Значит, смысл. Этих ребят хоть и много, но недостаточно много. Потому что обычные микроорганизмы, падающие в органы, они, конечно говоря, размножаются намного больше интенсивностью и скоростью, чем наши собственные клетки. Потому что у нас высокоорганизованные такие, не знаю, как римляне, наверное, с высокими физическими данными. А вот эти самые бактерии, они варвары. Они нападают, жрут, плодятся. И в итоге могут победить. И тут нас поставят B-лимфоциты. Они выделяют просто в огромных количествах эти самые антитела и моноглопулины, и что они делают? Вот бабочки опять. Они плавают в больших количествах. Что-то тут вытворяют. Жрут что-нибудь. И появляются антитела. Оп, у него шапка тут на голове. Вот его ублюдка. И антитела к ней прикрепляется, потому что у нее есть раствор к этой шапке. Моноцы же настучал, что вот надо эту шапку вот открывать. Антитело прикрепляется. Сюда прикрепляется еще одна шапка. Я не буду шапки дорисовывать. А они еще надо вот так вот сделать. Между собой соединиться с помощью антитела. В итоге получаем то, что они просто все связались. Они уже иммобилизованы, они не могут двигаться. Антитела просто взяли и прицепили. И тут приходят опять этот гомбарь и нейтротил. Че в гомбаре? И, короче говоря, подготфетируют все это. Сделают и убивают. Таким образом он помогает, короче говоря. Но антитела помогают. Тем, что связывают этих патогенов. Что дальше идет антитела? Давайте предположим, что шапка отвечает конкретно за то, чтобы связалось что-то. А вот ремень – это какой-нибудь очень важный рецептор. Если ремень снять, то что-нибудь попадет. Например, здоровье этой самой бактерии. Антитела прикрепляется к ней, к этой самой молекулкиной поверхности. И тем самым вызывает гибель. Банально? Вот так. Ну и еще идет антитела. Они наводят. Так называемая функция абсонизации. Если мы представим все этот процесс в виде кулинарии, кулинарного шоу, то абсонизация – это посыпать приправками вкусными, чтобы все остальные клетки сбежали. На самом деле эти самые бактерии тоже хитрые. Они выделяют множество разных факторов, чтобы маскироваться. Не знаю, может, как шкунсы толпануть, чтобы никто к ним не подходил. А могут, как истребители, которые выбрасывают фетовые ракеты. Они делают то же самое. Просто из себя выкидывают множество различных частиц белковых, которые дезориентируют иммунную систему. Ну, все очень сложно. А абсонизации конкретно вот эти шапки пометят. Чем являются антитела? Они являются так называемой частью гуморального иммунитета. Гуморальный иммунитет подразумевает собой что-то растворенное, что-то жидкое. Туда еще входит система комплимента. И он от них не делает комплименты, потому что пишется через «Е». Комплемент. Так что, если вы увидите, это не ошибка. Прямо, мне кажется. Вот, черный. Система комплимента. Это тоже ряд белков, которые, соответственно, именно выступают в качестве абсонинов и убийц. Вот. Беллимпоциты синтезировал антител. Они тут вовсю атакуют патоген. Эти самые Т-цитотоксические. А, вот, вот. С лодочкой что-то. Любой эхелл упорядочился. Эхелл первого типа делятся и начинают выделять различные вещества, помогающие иммуном ответе. Т-эхелл первого типа активируют Б-лимпоциты. Т-цитотоксические. Т-цитотоксические, это прямые убийцы. Помните, этот чувак с мечами. Еще есть Б-лимпоциты они выделяют антитела. И натуральные киллеры. Они их сделают чуть позже. Также с телом могут связать не только бактерию, но и вирусную частицу. Вообще все очень сложно, я сведу, много воды налил, они просто в больших количествах, как кавровая бомбардировка, нет, я не образовываюсь, кавровую бомбардировку, убивают множество засранцев, попавших в нас в организм. А с системой комплимента, как бы кореша позвать, он очень поможет. Это называется телозависимая токсичность. Когда еще апсанин, еще клеток приходит. Ладно, тоже не буду рассказывать. Вот, что у нас было. У нас было много этих палочек. Я всегда думал, почему палочка на самом деле круглая. У нас их было много, а стало мало. А точнее не стало вообще. Надо бы, короче говоря, заканчивать. А что будет, если мы не закончим? Если мы не закончим, будет стойкое иммунное воспаление. Такие заболевания называют аутоиммунными. Помните, вот у меня шапка была, да? А вот какая-то такая клетка, мирный житель, не знаю, там, кожи, тот самый эпителиоцит. Ну, блин, купи он себе такую же шапку. Получилось так. И вот иммунная система, которая все еще готова бить серту пирса. Что-то именно это дело нет. Будет атаковать наш организм. Кстати, вот эта системная красная волчанка, как это ультерхаус, тоже вот иммунное заболевание. Герматоидные артрии. Вот. Раньше выделяли какой-то отдельный клон клеток, он назывался ТС-упрессор. То есть он давит все это дело. Ну, короче, Грэм приходит и говорит, все, вечеринка закончена, пора расходиться. Но только конец этой вечеринки не особо позитивный. Понятие есть апоптос. Вообще мне нравится. Переводится с латыни «листопад». В сущности, это процесс программируемой гибели клетки. И в итоге это огромное количество этих вот самых, как кроликов, делившихся лимфоцитов, они все умирают. Но смысл апоптоза в том, что после этой гибели клетка разбирается на структурные элементы, в которых она была, организм их метаболизирует, они никуда не уходят. А при некрозе, когда клетка умирает, там все, грубо говоря, сгнивает, и она уже бесполезна. Это мусор. Вот, то есть рациональность вообще. Вон он, видите. То, что никуда никто не девается, все. Так-то он настоящий еврей этот организм. И после этого, как я сказал, это специфический иммунология. Существует так называемая иммунологическая память. Вот среди всех этих клеток начинают затем выделяться еще такие самые ветераны, наверное, мудрые такие. То есть сенсей прошаренный, прожженый. Знаете, как эти ВДВ-шти, которые про Афган рассказывают? Вот типа таких. Они становятся клетками памяти. И в следующий раз, он запоминает эту шапку, ремень, нос. И в следующий раз, когда такой же антиген попадет сюда. Вот помните сколько процессов вообще происходило, да? Вот эту кашу. Они не будут происходить. Эта клетка памяти сразу же узнает и скажет, пацаны, опять этот? Пойдемте. Все. Все. Это механизмы иммунологической памяти. Так. Что же еще можно сказать про иммунную систему? Вот небольшое окончание. Вообще, в принципе, иммунология, это не только как клеточка, которая там что-то делает, атакует. Это огромное отопление. То есть, значит, такой иммуноферементный анализ. Вы, наверное, слышали ИФА. ИФА, в принципе, это основано именно на действии антител. Они что-то связывают и напоят это потом. Определение опухолевых клеток также делается с помощью моноклональных антител. Скажем, на клетке есть какая-то шапка, которая на опухолевых клетках. Эти шапки уже были. Часы какие-нибудь. Собственно, к этим часам прикрепляются, начинают светиться. И мы микроскоп видим. Вот эта клетка светится, значит, она раковая. Кстати, ИФА изобрел наш соотечественник, Морозов. Но после изобретения он почему-то уехал в США, а сейчас он счастливо живет или уже не живет. В общем-то, вот такая печальная история. Ой, я забыл про НКРСК, о чем мне не напомнили. Натуральные киллеры. Nature of Killers. Это, короче говоря, во всем этом театре военных действий НКВД. Скажем, вирус заразил какую-нибудь клетку. И на стол опухолевой. Она такая как бы идет, но вроде бы выглядит, как обычно, что-то в ней не то. НК такой, ну-ка стоять. Да-да, что случилось? Куда идете? Ну вот, я несу, там, витамин Е, ну, что-нибудь там еще, не знаю. Ну что-нибудь делаю, короче говоря. Она такая, у нас нет витамина Е. И тут, короче, эта клетка спалилась. Вирус, я же сказал, он хитрый, он уже действует изнутри. Ему надо, чтобы клетка желает, чтобы размножаться в ней. А, кстати, вот поэтому еще вирусы вызывают онтологические заболевания. Я же сказал, что встраивается ДНК. После этого происходит мутация, и клетка становится беженой. Собственно, эти вот натуральные киллеры, они направлены на то, чтобы таких клеток подлецов находить. В нашем организме ежедневно образуется огромное количество опухолевых клеток. Какие-то самые ребята распрощают развитие опухолевых заболеваний. Ну, и противовирусные он делают. Ну, это, конечно, весомое слово стоит. В общем-то, что я хотел добиться своим рассказом? Не знаю, как вас, а меня очень часто терзают мысли, а что вообще во мне происходит? Ну, не как в смысле девочек, что у меня происходит там, когда, не знаю, душ потекла, что-нибудь еще там, или ноготь сломался. А у меня происходит там, в голове что-то. Что происходит внутри организма? Скажем, я заболел, мне плохо. Температура. Некоторые ошибочно начинают ее сразу разбивать. Температура, это так же, это лихорадка вообще называется, так же психопатологический процесс. Лихорадка отвечает за то, чтобы температура немножко поднялась, и они там более-менее себя чувствуют. Высокая температура. Да, я заканчиваю, я вижу, я уже сам понял, что заболтался, но не могу остановиться. И вот это пить. В общем, самый верный путь избежать заболеваний – это стимулировать иммунитет. А иммунитет стимулируется, так сказать, нормальным физическим здоровьем и психическим здоровьем. Это здоровый дух. И я, на самом деле, посоветую заняться собой, чтобы иммунитет стал крепким, и чтобы не крестать таблетки и вообще не болеть. В общем, давайте любить иммунитет. Спасибо. 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 Спасибо.